Равнинный Восток Северной Америки Равнинный Восток и Горный Запад Неоднородность строений земной коры равнинного Востока обусловили ее деление на более мелкие природные комплексы Здесь выделяются Североамериканская Арктика, Лаврентийская возвышенность, Центральные, Великие и Береговые равнины Североамериканская Арктика охватывает Гренландию и Канадский Арктический Архипелаг Более 80% Гренландии – это ледяной щит, занимающий центральную часть острова Местами он опускается к побережью, где образуют айсберги На свободной от ледников прибрежной поверхности коротким летом господствует тундрово-мохово-лишайниковый покров с редкими травами Полярный мак, камнеломка, лютик В южных районах Гренландии встречаются зеленые луга, карликовая ольха и береза, черника Климат Североамериканской Арктики очень суровый Во внутренних районах Гренландии зимние температуры опускаются до минус 46 градусов, а летние не поднимаются выше плюс 12 градусов Лаврентийская возвышенность Хотя размеры этого региона огромные, природные условия его относительно однородны Территория страны несколько приподнята Рельеф равнино-холмистый, что объясняется в основном расположением лаврентийской возвышенности на щите платформы Где древние кристаллические породы, выходящие на поверхность, обработаны ледником Характерной особенностью климата территории является ее суровость Это объясняется тем, что лаврентийская возвышенность больше своей частью находится в арктическом и субарктическом поясах Воздух на территории охлаждается холодными водами Гудзонного залива с севера и на востоке холодным лабрадорским течением Поэтому не случайно в регионе почти повсеместно развита многолетняя мерзлота Эти причины обусловили простирание широкой полосой вдоль океана зоны тундры Которая вместе с лесотундрой занимает почти две трети всей возвышенности На юге лаврентийской возвышенности, в пределах умеренного пояса, где климат более теплый, растут хвойные леса Центральные равнины в основном лежат на плите древней платформы Фундамент которой погребен под мощной толщей осадочных пород Поэтому поверхность центральных равнин в сравнении с лаврентийской возвышенностью менее холмиста Лесовидные суглинки – самая мягкая горная порода, покрывающая древний фундамент Они легко размываются, поэтому на центральных равнинах развита овражно-балочная сеть На востоке равнины распространены известняковые породы с типично карстовым рельефом Среди них – мамонтова пещера По своим природным условиям, центральные равнины напоминают восточноевропейскую равнину Равнинный характер местности, благоприятный климат с достаточным увлажнением, черноземы и другие плодородные почвы Все это обусловило здесь развитие земледелия Большая часть территории центральных равнин распахана И поэтому первозданные природные комплексы в своем виде практически не сохранились Великие равнины – обширное возвышенное плато, протянувшееся вдоль кордильер Приподнятая, выровненная поверхность сложена рыхлыми породами и несколько наклонена к востоку Для природы великих равнин свойственна интенсивная эрозионная деятельность Зарождающиеся в горах реки при выходе на равнину глубоко врезаются в рыхлые породы плотом Долины рек достигают глубины 300 метров, а между речи буквально изрезаны оврагами, глубины которых всего в два раза меньше Такие изъеденные эрозии участки совершенно непригодны для хозяйственного использования Они получили название Бедленд или Дурные земли Климат великих равнин засушливый Снежные бураны прерываются ченуком, на смену которому приходят суховеи Сухие степи и лесостепи на разнообразных почвах – это район пастбищного скотоводства Земледелие распространено лишь там, где возможно орошение Великие равнины – крупный район добычи горючих полезных ископаемых и полиметаллов Под названием береговые равнины объединены низменности, находящиеся на побережье Мексиканского залива По нижнему течению Миссисипи, на полуострове Флорида и на побережье Атлантического океана к югу Ачисапикского залива Полосанизменности, опоясывающие побережье Мексиканского залива и Атлантического океана Сложено толщами меловых и каназойских отложений Глины, известняки, песчаники, залегающие горизонтально или наклонно Здесь добывают нефть и другие полезные ископаемые Равнинный рельеф с высотами до 200 метров И влажный субтропический климат – типичные черты природы береговых равнин Летом береговые равнины находятся под воздействием тропического воздуха С Атлантического океана и Мексиканского залива Воздушные массы проникают вглубь материка, принося большое количество осадков В зимнее же время здесь господствует холодный и сухой воздух умеренных широт На всей территории береговых равнин осадки превышают 1000 мм в год А в некоторых районах – до 1500 мм в год В летнее время в связи с меридиональным перемещением воздушных масс И прохождением циклональных депрессий над береговыми равнинами Нередко проносятся сильные ураганы, сопровождаемые ливнями Они вызывают катастрофические наводнения и причиняют большие бедствия населению В августе 1992 года огромный ущерб западному побережью полуострова Флорида Нанес ураган Эндрю В последние годы повторяемость и сила этих природных явлений возросли Теперь ураганы случаются не только летом, но и в переходные зоны На этом урок окончен До свидания!